Перед вами автомобиль ЗИЛ-167, предназначенный для труднопроходимых местностей и работы вне дорог. Зимой его испытывали в Уральских снегах, а теперь Подмосковье. На автострадах ЗИЛ-167 шел со средней скоростью 60 км в час, а плавность хода была не хуже, чем у легковых автомобилей. Однако для такого автомобиля важна не только скорость, но и проходимость, и тяга. Для проверки тяги автомобилестроители провели специальное испытание. Сцепленные вместе гусеничный транспортер ГАЗ-47 и трехосный грузовик ЗИЛ-157 имеют солидный вес, около 14 тонн. Но ЗИЛ-167 легко тянет стоящие на тормозах машины по глубокому рыхлому песку. Ну что ж, тяга неплохая. А как насчет проходимости? По традициям испытателей, для проверки ходовых качеств ЗИЛ-167 выбрано такое место, куда ни один водитель на обычной машине даже близко подъехать не отважится. Угол спуска доходит до 25 градусов. Порой становится непонятным, как 12-тонная махина может удерживаться на такой крутизне. Кажется, вот-вот опрокинется под откос. Но автомобилестроители ЗИЛа уверены в своей машине. Эта уверенность имеет достаточное основание. Пониженное давление в шинах, три ведущих оси и надежная тормозная система. Дно песчаного карьера покрыто уграми, высотой до полутора-двух метров. Однако автомобиль спокойно передвигается даже по такой сыпучей неровной поверхности. Предательская податливость песка сменяется неколебимостью каменных глыб. Выяснилось, что ЗИЛ-167 успешно преодолевает каменистую россыпь с валунами высотой до метра и спокойно проходит броды двухметровой глубины. Преодоление брода с каменистым дном не вызывает затруднений у машины. Новый район испытаний – заросшее болото. И здесь, куда заказан ход другим колесным автомобилем, ЗИЛ-167 спокойно движется вперед. Машине автозаводцев не страшны и не заросшие болото. Даже когда твердый подстилающий слой находится на глубине полутора метров, ЗИЛ-167 не теряет своих ходовых качеств. Автозаводцы решили использовать болото для проведения еще одних тяговых испытаний. На этот раз по илистому грунту. К-47 весит 5200 килограммов. Гусеницы его заторможены. Но ЗИЛ-167 убедительно доказывает, что его тяговые возможности использованы далеко не до конца. И снова брод. На этот раз песчаный. Здесь нет на дне скрытых камней, поэтому скорость можно не сбавлять. А это испытание посерьезнее. Подъем по дровяному склону. Для серийного грузовика высокой проходимости предел крутизны в подобных условиях в 30 градусов. ЗИЛ-167 преодолевает подъем в 41 градус, несмотря на то, что трава мокрая после недавнего дождя. Не задерживали машину ни естественные, ни искусственные препятствия. Даже мелколесие не было преградой новому автомобилю. Многочисленные и разнообразные испытания в различных дорожных, а вернее бездорожных условиях, в различных климатических поясах, показали, что автомобили-строители завода имени Лихачева создали мощную, выносливую, высокопроходимую машину с широкой сферой применения. В самых различных отраслях народного хозяйства страны окажется незаменимым новый автомобиль марки ЗИБУ. Продолжение следует... Продолжение следует...